Итак, продолжается недельная глава Ва-Ишлах, четверг, и вот болезнь Якова, когда он боролся с ангелом, молитва Якова, когда он был на месте, где построил жертвенник. Все это соединяется, вообще молитва и выздоровление, не болезнь, это не надо так говорить, очень хорошо Любавический Рэбэ говорил, он никогда не говорил дом, он, простите, не говорил больницу, он говорил дом выздоровления. Так вот написано, что вообще тот, кто не просит у Бога здоровья, мира, благополучия для себя, для своей семьи, проявляет в этом, ну, как бы, недостаток веры, причем очень большой, потому что ибо все эти вещи необходимы человеку. А если человек на самом деле считает, что они зависят только все целы от Творца, то он не может не молиться о них. Один, есть такая маленькая, Майса, один Хасид пожаловался своему Рэбэ, что Рэбэ, мне нечем кормить семью, у меня проблемы с параносой. Тот говорит, не беспокойся ни о чем, иди молись Всевышнему, он тебе все поможет сделать. Он говорит, Рэбэ, я не умею молиться Всевышнему. Он говорит, о, тогда у тебя есть серьезный повод для беспокойства. Так вот, действительно, все зависит от молитвы, и молитва еще раз обязательно должна предшествовать началу лечения. Все есть такая в наших книгах Кабалы, такая, в Медраше даже это написано, что нет такой травинки на земле, но которой не было корня в высших мирах. Если человек покупает простое лекарство в аптеке, или идет к какому-то врачу, это не значит, что его исцеление происходит во физическом мире. Написано, что есть специальные ангелы за это ответственные. В выздоровлении человека включают в себя следующие ступени. Всевышний принимает решение о излечении, что она должна покинуть этого человека. Ангел, мы знаем, имя написано в Кабале. Ангел Рафаэль получает приказ, вот это божественное благословение, одеть в природы какие-то природные одежды, там какое-то лекарство, или какого-то врача, или какую-то неожиданную настойку. И дальше больной, проходя какое-то лечение, начинает ощущать, что ему стало лучше. Но происходит именно так, а не иначе. Вообще в Кабале написано, что вдумчивый человек, получая наказание через болезни или невзгоды, понимает, что этим заменяли ему с неба смертную казнь, положенную за грехи. Так, извините, написано, я не виноват. А если к этому написано, он еще и старается радоваться, и всеми силами хотя бы показывает это, то тем самым вызывает глубочайшее сострадание неба, и увеличивается на него поток милосердия. Написано так. Вернемся к излечению. Про врачей тоже написано. Иудаизм затрагивает все стороны жизни. Про врача говорится очень четко. Врач, который запугивает больного, который ставит ему какие-то границы жизни, там тебе осталось столько-то, или вы можете прожить столько-то, он лишает его сил для выздоровления, не дает пациенту надежды. Более того, что врач, позволяющий себе строить прогнозы о том, насколько там точно больному осталось столько-то жить, совершает преступление, написано у нас. И действия подобным образом сильно влияют на выздоровление, на силу выздоровления. Вы знаете, Раби Шлома Аруш написал очень хорошие слова, что врачу надо говорить больному следующим образом. Я сделаю все, что в моих силах, но вы должны понимать, что исцеление зависит не от меня. Поэтому вам необходимо делать свою часть работы, укрепляться в вере в Бога. Независимо от каких-то анализов в медицине, полно неожиданностей, ибо для Всевышнего нет невозможного. И не может такого помочь, чтобы не было такого, чтобы вера в молитву, вера... Как-то она отразится. Мы будем действовать вместе, но надеюсь, Божьей помощью, вы поправитесь. Так должен говорить настоящий Раф. Врач, точнее, простите, настоящий. Умный врач, да? И так мы должны воспринимать ситуацию. Мы вообще должны положительно все воспринимать. Человек, недовольный своей жизнью, на самом деле утверждает, что Творец поступает с ним несправедливо. И что Творец, небеса ошибаются. А это написано, опять же, в той же книге, что это нанесено оскорблением небесам. А поскольку небеса не любят оставаться в долгу, там сразу открывают книги такие, и начинают проверять жизнь человека. Чтобы посмотреть, а вдруг действительно он так говорит, что может с ним несправедливо обошлись, не вполне честно. Ну, разумеется, как вы сами понимаете, обычно выясняется противоположное. Что неправ он сам, и что по состоянию заслуг и прегрешений оказывается, что небо поступало с ним еще и достаточно снисходительно и милосердно. А что дальше происходит? А дальше неприятность, дальше тогда вот эта высшая справедливость требует для него нового пересмотра ситуации. Надо увереннее смотреть, надо верить. Можно с уверенностью утверждать одно, что если выработать в себе постоянную привычку, обращать вот внимание только на хорошее, умение видеть в жизни добро, в людях положительные качества, это дает колоссальные человеку преимущества в жизни, и точно отражается на его внутреннем и, следовательно, внешнем здоровье. Брахава Ацлаха, никому не болеть, всем улыбаться и радоваться, потому что написано, что вообще может как-то огорчать человека, который имеет жизнь. Брахава Ацлаха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...